привет народ меня зовут сергей лав и мы вновь с вами в хронике гаражного спорткара да такая рубрика название точнее ты даже не то чтобы рубрики этого направления появилась само собой после того как я записал прошлое видео по лего техник обзор моего 4 на 4 внедорожника да где я озвучил следующее направление по разработке вот этого спорткара да то что это будет такой гаражный спорткар и в общем-то не откладывая в долгий ящик я решил собственно записать видео посвященную кое-какой штуки но начну я не с нее да и на самом деле сколько лет мы с вами не виделись по этому вот малышу на самом деле мне почему-то казалось что года 2-3 но на самом деле могло уже блин отлетела деталь уже вывалилась я даже не заметил здесь держателю палка выпала на самом деле могло пройти уже не то чтобы 2-3 года года 3-4 а то и все 5 да согласитесь срок огромнейший но вроде как теперь будут подвижки вперед и я надеюсь не забросится это дело у меня и мы с вами будем видеться ну не то чтобы регулярно но время от времени встречаться и наблюдать за каким-то прогрессом по этому автомобилю собственно с тех пор как вы после последний раз видели он ничуть не изменился за исключением того что он потерял свой задний мост собственно я его разобрал по причине того что он мне совершенно не нравился то есть получился он вроде бы неплох да кто не застал что там было сзади у него можете посмотреть старые видео да то есть идея была вообще годная то есть образ того что я хотел сделать у меня был четкий но может быть не хватило мастерства может быть не хватило деталей я склонен думать что здесь больше причин именно во втором нежели в первом потому что опять же были у меня детали я точно знал бы как что где собрать но получилось как получилось и мне это не устраивало то есть вроде бы неплохо да но в конечном счете я чувствовал неудовлетворенность от результата и когда разбирал некоторые детали из за того что очень сильное напряжение было в деталях под пружины они потрескали сейчас из них вообще придется выкинуть ну там несколько штук по крайней мере в общем то это все абсолютно мне не нравилось и я хочу пересобрать в первую очередь задний мост вот возьму за основу от чирана на задний мост соберу почти один в один я на самом деле начал уже собирать кое-какие наработки есть но я столкнулся с проблемой того что у меня нету нескольких деталей в первую очередь деталей блин вот я за за эти годы все названия позабывал фундаментальные так скажем название в общем то детали вот этой подвески да вот это укрепление колеса ступиц или колеса не помню уже есть серьезно не помню как называется но думаю в скором времени все по повспоминается в общем то проблема в том что те детали которые у меня сейчас есть вот эти вот да их принципе хорошо видно даже на вебке вот это устаревшие детали скажем так прям откровенно устаревшие они абсолютно не дают никакой свободы никакого простора творчества и подвеска на этих деталях она выглядит максимально однообразно чего не делать серьезно вот потому что она очень ограничена плюс ее проблема в том что вот неважно хотите вы рулевое управление или не рулевой вам нужны вот эти вот тяги которые будут фиксировать эту деталь блин из-за того что я тут поснимал некоторые детали она уже теперь хреново работает в общем то без вот этих тяг она не будет вообще хоть как-то зафиксирована поэтому если рулевое вам нужно их прикрепить к рейке рулевой если это задняя ось не рулевая то ее все равно нужно эту тягу поставить но прикрепить какой-то пипки фиксированной чтобы она держалась это естественно занимает место как вы видите это короче полнейшая шляпа вот дело в том что лет пять назад вышли детали нового образца но где-то плюс-минус пять лет назад может быть четыре года на самом деле опять же время так пролетело и спрашивается где все эти годы в общем то ужасно все тем менее вышли новые детали они стали более компактные более грамотная для подвески и я их хотел честно скажу я очень хотел их заполучить но единственный способ точнее два было способа как их получить это купить отдельно на сайте где продаются детальки да то есть либо с европы где-то заказывать либо с отечественного сайта там есть один хороший сайт где электронику заказывал я точно помню вот но эти варианты достаточно затратные в том плане что детали там по крайней из-за рубежа доставлять затратные за доставки потому что буквально доставка будет дороже чем сами детали намного причем дороже вот соотечного сайта заказывать тоже накладно потому что там на них цены такие что где-то порядка там 400 рублей за одну деталь а у тебя четыре колеса но сами считайте там числе не полторы тысячи денег нужно было просто вот на подвески на две детальки на 4 детальки подвески тоже так себе затея вариант другой был это купить тогда вышедшие не спорткара формула-1 моделька но она мне абсолютно не нравилось я не фанат формула-1 да и в целом на самом деле полезных деталей в ней было достаточно мало много всяких панелей которые не шибко нужны по факту опять же поршневый двигатель кстати да его нет но вот собственно это и будет сегодняшняя звезда этого выпуска это вот двигатель вот такой он спойлер на несколько минут вперед вот в общем то формула-1 мне тоже не нравилось покупки я в общем то в итоге так и не обзавелся этими деталями но где-то пару лет назад может даже всего лишь в прошлом году появились еще более новые детали подвески но точнее только один вид детали подвески то есть фактически для автомобиля нужно два типа детали первое это которые могут вращать как-то вам до ось то бишь рулевые и не рулевые потому что задние у вас как правило фиксированная да и они никак не двигаются так вот с фиксированными разработчики лего ничего не сделали они остались точно такими же как и пять лет назад они вышли видимо они получились очень здоровскими качественными и пригодными то есть на самом деле я их вам покажу но попозже об этом я еще тоже скажу в общем то это классная детали но появились еще более новые детали для рулевых осей и ну в общем то они тоже здоровски и классная и надо с этим что-то делать потому что на вот этих деталях собирать спорткар ну блин серьезно то же самое что собирать запорожец я хоть и хочу гаражный спорткар да но не запорожец спорткар поэтому с этим нужно что-то делать в общем поговорим еще об этом давайте для разбавочки моей болтовни я вот что вам покажу я практически с этого хотел начать но так получилось заговорился я думаю вы мне это простите в общем то так совпало что у спорткара нету задних колес а вот у внедорожника на самом деле насколько здесь здоровые модели что они на половине стола даже особо не умещаются в общем то у внедорожника больше нету передних колес в общем то я начал разбирать именно с передней части так так уж получилось делал я это не специально так вот если их так мысленно составить вместе если они тут конечно влезут наверное придется записывать это даже с мобила потому что совершенно но не укладывается в кадр вы также сможете увидеть как выглядит вебка на книжках да как я все записывал в общем то получился такой вот катопес из мира лего вы когда-нибудь могли представить себе лимузин ну это реально есть лимузин получается судя по длине лимузин два в одном спорткар внедорожник на гушаницах я думаю такое возможно только в лего представить но что там прикольно получилось но я конечно же собирать их воедино не стал это не самоцель моего присутствия так ладно я думаю надеюсь пока или вас повеселил такое такая ерунда но возвращаемся к нашему гаражному спорткару как я уже сказал я начал собирать задние задний мост на основе чирана и в общем то столкнулся именно с той проблемой которую я вам озвучил мои детали подвески банально невероятно устарели и не имеет никакого пригодного применения в принципе их только выкинуть серьезно абсолютно бесполезное говно прямо скажем их я как ни крутил как ни вертела невозможно ими заменить детали в чиране вообще никак нельзя ну то есть можно но мост будет без привода какой тогда привод будет если сзади нету да подсоединение колесам спереди нету ты ее только толкать что ли получится ну да конечно гаражный спорткар только который можно только толкать да или не знаю коней спереди запрещен но это не то что хочется хочется чтобы она все-таки ездила да по крайней мере мотор то мы здесь оставим сдвоенные вот эти вот медиумные вот поэтому я принял решение достаточно такой болезненный в какой-то степени заказать такие детали на сайте отдельные детали не целый набор причем вышло мне это все на сумму такую приличную практически верно две трети цены какого-нибудь такого среднего набора типа того же корабля который я упоминал на самом деле неплохо будет картинки вам на фотошопе поверх чтобы вы имели представление о каких наборах хотя бы визуально каких наборах я веду речь то есть у меня были варианты возможно прикупить корабль ну там новый год скоро может быть такой мини подарочек получится как мини приличный такой подарочек но корабль не давал мне всех тех деталей которые мне нужны были второй вариант это типа как он даже не может быть он не спорткар может быть он раллийный кар этого года модель я и тоже упоминал в прошлом видео на 1000 деталей при этом у него на 300 деталей меньше чем у корабля цена даже там на 200 рублей дороже то есть он получался там что четыре с половиной тысяч но опять же проблема в том что я посмотрел на как же сайт опять взлетел из-за главы типа а во ребрика был на ребрика бле посмотрел по деталям и на самом деле этом настройки были неправильно выставлены по совпадению деталей то можно выставлять что считать детали цвет в цвет то есть если у тебя нет красный допустим пятерки до балки то считаешь у тебя нету деталь даже если она то есть в другом цвете можно поставиться на совпадение по схожим цветам то есть у тебя есть допустим темно-красная там светло-краслая люди там темно-синяя так голубая то есть такие вот похожие цвета можно считать а можно вообще забить на цвета да то есть вообще наплевать лишь бы деталь такая была так вот я выставил эти настройки оказалось что то спорткар 2018 года у меня есть в наличии на девяносто пять процентов ну то есть там буквально пять процентов от тысячи сколько 50 деталей не хватает и это как и 50 деталей ты вот как раз там подвески вот эти там штук десять деталей да то есть по две и декоративные панели вот эти гнуты там их тоже штук шесть и там одно крыло которое вообще нафиг не нужно вот зачем в наборе одно крыло да то есть оно будет у вас валяться вообще просто мусором бесполезно вообще ну не знаю могли инженеры лего 2 хотя бы куда-то впихнуть хотя бы чтобы можно было вот спереди их поставить или сзади ну это такой абсурд очень-то покупать набор за четыре с половиной тысячи который даст тебе 50 деталей а 950 деталей это те которые у тебя есть в принципе ну такое себе удовольствие да это прикольно это можно записать видео типа ребят смотрите какой спорткар классный да вы скажете о прикольно но по факту будет он валяться бесполезным грузом вот поэтому я принял решение все-таки заказать детали даже несмотря на то что там вышло буквально вот десяток деталек на я же сказал сумму в две трети от набора да но эти десяток детали именно те которые мне нужны и с учетом того что дефицит бюджет у меня и денег да это как я я решил что это максимально оптимальный вариант который можно вообще принять да вот поэтому эти детали как придут я опять же видео по ним запишу более подробно сейчас я просто так и заглавил момент опять же так как но это почти набор в целом даже больше чем какие-то ним небольшие наборчики да поэтому опишу более детально почему я теряю заказал и так далее вот тем не менее задний мост я не буду собирать пока не придут детали подвески но заказал я опять же по той причине что денег у меня особо нету заказал только фиксированная детали подвески не рулевые слишком уж они хорошие ну а рулевые там слишком дорогие выходят 350 рублей за штуку то есть 700 рублей только чтобы собрать передний мост это но очень сомнительное удовольствие я решил от этой идеи пока отказаться может быть в этом году летом или следующем году выйдут наборы которые будет приятно прикупить в которых будут детали рулевые до рулевой подвески и я их получить дешевле условно вот но без задних без фиксированных делать совершенно нечего как я уже сказал только совсем городе костыли поэтому их я взял но и пару декоративных панелек ну и пинов которых у меня нету они там не очень дорогие вообще копеечные кстати ну блин школе эту тему таки поднял бимы допустим стоит вообще копейки то есть вот эти особенно угловые то есть вот эти угловые на 3 буква г маленький который вообще просто ничего не стоит бимы прямые тоже если это какие-нибудь черные или там серые по той причине что но они у всех есть там в таком в избыточном количестве что их девать некуда но вот как я сказал бим там может стоить рублей 15 какая-нибудь балка да вот на на 10 там на 12 рублей 15 а как я уже сказал деталь подвески которая не сильно больше она стоит там 350 рублей такие такие расценки ну конечно отечественный сайт оверпрайсит и барышничает по полной но я думаю с учетом того что оборот у него не на не настолько огромная карка мировые то я думаю это единственный способ вообще у него иметь какую-то прибыль но может быть он в принципе наваривается на этом вообще неплохо но не суть короче задней подвеской мы разобрались я также собственно начал разбирать переднюю как можно заметить мотора здесь уже нету но я ее пока сохраню хотя подмывает и разобрать уже что-то хотя бы здесь пособирать потому что ну другого варианта кроме как собирать из того что есть у меня не будет уже до нас вот дороге нету мосты сожжены заказ сделан по деталям так что ждите наверно в течение пары пары тройки недель он дойдет до меня по почте россии все-таки это доставка по россии будет да так что может быть даже в течение недели он уже у меня будет в руках ждите следующие видео примерно в такие сроки так вот подмывает конечно же разбирать переднюю может что-то здесь городить но я оставлю по той простой причине что как только у меня будет задний мост я хочу и сам посмотреть как это будет выглядеть он будет шире массивнее внушительнее мы оценим насколько сильна насколько сильно будет изменяться дальнейший вид этого автомобиля вот с этим в общем то все и это можно сказать вот эти 15 16 минут это такое предисловие к тому о чем я вообще хотел поговорить в этом видео чем хотел поделиться ну конечно поделиться хотел всем иначе не рассказывал бы но момент истины вот оно чудо из чудес это мотор в 15 то бишь 15 цилиндровый двигатель от бугатти чирана именно он будет сердцем вот этого гаражного спорткара раньше здесь стоял 10 цилиндровый двигатель он был такой вытянутый в общем то он в длину на самом деле был примерно таким же но 10 цилиндровый здесь же у нас будет 15 цилиндров вы скажете почему 15 этого быть не может потому что мотора они 16 цилиндровые то в принципе да но проблема в том что у меня не получилось сделать один последний цилиндр вот видите решетка перед вами цилиндра там нет и как вы думаете потому что у меня не хватило цилиндров да вот как бы не так на самом деле у меня цилиндров 18 штук в коллекции имеется может быть даже больше надо открыть диван у меня там в коробке с лего системом может быть валяются еще цилиндры может быть я найду там недостающую деталь хотя вряд ли потому что тот же ребрика был говорит что у меня их 18 все таки вот так же можете обратить внимание что верхним я поставил нового образца цилиндры это от внедорожника эти они гладкие вниз поставил старого образца детальки в них есть такие прорези а выгодят они чуть хуже да и на самом деле цвет они как-то то ли пожелтели то ли потеряли но да не суть для гаражного авто пойдет вот проблема в том что вы думаете меня не хватило поршня но на самом деле поршень у меня есть не хватило вот такой вот темно-серой изогнутой двойки которая собственно соединяет вал вместо нее пришлось поставить вот эту белую и она сюда не подходит точнее как бы вал вращается нормально на вал это никак не сказалось в принципе ну то есть вот здесь только пришлось поставить ось чуть длиннее да и поставить сюда вот такую втулку блокирующую чтобы вал не болтался но проблема в том что вот эта темно-серая деталь она видите изогнута на пол на половинку бима на половинку короче и за счет этого смещается вот этого пространства на котором крепится сам поршень здесь же он не по не вставляется то есть его сюда можно в дети но он не будет попадать в цилиндр к сожалению и с этими ничего не могу сделать вот эти две детали у меня в наличии только потому что у меня 18 цилиндров до суммарно они 16 как здесь вообще повезло что у меня нашлись вот эти вот детальки но на желтых они наверное более наглядно то есть вот такая вот тоже половинчатая шляпа с осью прикрепленной да то есть у меня две белых нашлось дополнительно причем эти две белых по-моему у меня знаете с каких времен еще с начала нулевых или конца 90-х они по-моему в каком-то прям самом мизерном наборчике на 20 деталей выступали в виде руля там была такая машинка с одним поршнем прозрачным вот и там эти две детальки были как руль установлена и вот повезло что они у меня есть иначе я бы не смог собрать этот вал и проблема в том что да у меня есть 18 цилиндров а здесь всего 16 но здесь вы можете заметить используется три вала обычно во всех наборах во всех моторах используется один вал да то есть на одном вале закрепляется сразу пару цилиндров на вот как бы на левый и на правый а здесь получается что нижние цилиндры каждый имеет отдельно свой вал да и здесь суммарно три получилось и соответственно поэтому меня детальки ты не хватило одной чтобы собрать этот вал и я вот не зря опять же рассказывал про то что я сделал заказ отдельных деталей не поверите я посмотрел на сайте на том по деталям думал причем я уже сделал заказ потом обнаружил что не хватает вот этой темно-серой детальки не получается сделать один цилиндр на моторе на сайте есть функция до того как твой заказ отправили 0 может быть до того как ты его оплатил сделать до заказ то есть дополнительный заказ который тебя прикрепит уже к тому то есть две посылки объединят в одну не придется платить дважды за доставку что точно стоит 250 рублей по россии хотя по факту на самом деле за доставку там люди отдадут рублей на сто сто пятьдесят опять же но на малое количество деталей она не очень дорогая выйдет вот поэтому там они тоже в себя в карман много денег положено я думаю я думаю основная вообще коль основе количество заказов у них именно такие маленькие то что если ты заказываешь там детали 50 100 то выгоднее реально уже просто купить набор у тебя получится так что блин опять я про детали да про тот сайт но на самом деле тема интересная там есть покрышки от внедорожника который мне очень хотелось бы получить они стоят 700 рублей за штуку то есть 4 покрышки это ну почти 3000 рублей да при том что можно купить набор за 6000 рублей то есть вы понимаете там будет половина стоимости набора это вот эти покрышки если посчитать эквиваленте этого сайта да и ну естественно выгоднее купить набор за 6000 потому что ты получишь ну условно говоря тысячу деталей там хороших годных прям вообще за пол цены нет смысла вообще покупать эти покрышки за такую цену на серьезный абсурд и столько у тебя не знаю там 100 тысяч детали уже дома валяется тебе девать некуда и вот только покрышки тебе нужны вот и в остальном там тоже такие цены то есть там на детальки в 10 раз они наценены вот и поэтому если тебе нужно штук 50 там 100 деталей тому просто купи набор то мне конечно было нужно поменьше стали поэтому менее выгодно да но все-таки был смысл взять их отдельно но прикол в том что не было там вот это черно-серой детали представляете народ просто нету там они в разных цветах ну как перечислено в каталоге новые бушные ни одной ни в одном цвете не новый не бушный просто нет она стоит там 7 рублей представляете ну там может 10 серьезно просто так ни о чем и нет в наличии ну потому что вряд ли кто-то вообще покупает вот эти моторы потому что серьезно если у вас есть спорткары вам их девать самим некуда потому что они в каждом автомобиле есть я еще думал нафига мне 18 вот этих вот цилиндров никогда не пригодятся а вот ошибся да пригодились но вот одной детали не хватило обидно конечно печально но я думаю может быть когда-нибудь какой-нибудь наборчик еще прикуплю да такого автомобиля ориентированных будет там хотя бы два цилиндра и будет там наверняка черно-серая эта деталь я дополню этот мотор 15 цилиндровым финальным 16 цилиндром но я думаю отсутствие одного цилиндра абсолютно не сказывается на концепции гаражного спорткара и то что здесь 15 цилиндров вместо 16 я думаю это вполне себе вписывается в концепт также ну так уж кратенько скажу что мне дико повезло что мне хватило сюда вот этих больших шестеренок у меня их всего три я вообще думал что здесь используется 1 потом думал что их используется здесь 2 оказалось что их там три причем вы можете здесь увидеть что они все три у меня разного цвета черная темно-серая и светло-серая и вот одна из них точно из 80 70 одна из них не помню откуда но черная точно из набора нулевых бионикл даже не бионикл а при бионикл набор я даже не помню как они назывались там был такой робот с оранжевыми крыльями хвостом который стрелял таким диском и в общем то в теле того робота была такая черная здоровенная шестеренка и червячная червяк которого нужно крутить было за хвост собственно хвост крепился к этому червяку ты его крутишь крутится вот эта шестеренка и робот наклоняет или поднимает голову вообще механизм был жутко дебильный вообще не знаю почему этому робота купил даже в той серии были робота поинтереснее но в общем то в нем была вот эта большая шестеренка и она до сих пор в коллекции как видите благодаря именно тому роботу из прошлого из далекого-далекого прошлого которому наверное возможно даже больше лет чем вам вообще в принципе потому что реально это уже сколько лет 18 20 тому назад был набор существовал вот но до сих пор он в коллекции в моей ну то есть там на самом деле от того набора полезных деталей буквально штук пять серьезно не преувеличиваю там реально полезных деталей штук пять это вот эта шестеренка червяк и там не знаю пару вот таких вот палочек или ось на 10 вот такая все там все остальное полное говно бесполезно убрато давно в ящик тем не менее собран как вы увидите уже последние 10 минут на своих экранах v16 мотор я еще думал подрубить его к двигателю и запустить на полных оборотах чтобы послушали как все это будет звучать должно звучать очень внушительно вообще эта конструкция такая увесистая относительно любого другого мотора который держал в руках да и выглядит суперски на самом деле я после вот этого мотора наверное вообще не смогу давайте я здоровой половиной буду вам показывать я наверно после такого мотора вообще не смогу смотреть на мотор в один ряд которые да то есть неважно там 10 12 будет но серьезно вот после такого они выглядят какой-то ерундой абсолютно не внушительны кстати вот эти балки здесь только исключительно я так понял имеют декоративное свойство то есть вот эта вот конструкция здесь присоединена чтобы закрыть пустой пространство этими вот этими ну здесь вот это не они не знаю даже как она называется как ее назвать на русском но в общем тройка с пипкой и пятерка меньше кстати была мысля но сейчас под рукой нету я не полезу в видео без того получилось объемное может быть следующем видео покажу если не забуду сюда еще поставить какие-нибудь оси цилиндровые чтобы закрыть пространство хотя ладно давайте покажу вот такие вот оси меня мысля сюда прикрепить то есть у кого-нибудь сюда допустим но критик хорошо заполнит пространство но не уверен что так будет красивее красивее можете в комментах написать стоит ли сюда добавлять вот такая палка она здесь не особо выглядит на самом деле даже если так крепит но цилиндрическая такая втулка выглядит намного лучше она конечно с прорезями но эти прорези можно в одну сторону провернуть и их вообще не будет заметно вот так вот по моему она неплохо здесь вписывается добавляет какого-то такого увесистого вида опять же не знаю подумай опять же можете написать об этом в комментах ну и такой бонус который чуть-чуть не забыл вообще не зря полез за этими палками это вот этот вот вентилятор для радиатора условного радиатора которому не существует у нас на самом деле я сюда к стебим поставил больше чем в оригинальном чиро не стоял именно для того чтобы вот это вот детальки сюда поставилась и по моему она сюда ставится буквально как влитая вот опять же на малом моторе она выпирала ощутимо вниз этот свисал да но здесь посмотрите она аккурат в высоту мотора вписывается да то есть вот она рейка и она прям по высоте рейки и здесь тоже она прям идеально вписывается с этим вентилятором мотор выглядит прям совсем шикарно заполнена закончена так скажем да в общем абсолютно не зря я его купил когда-то так вот заканчивать будем тем что ну как не трудно догадаться в спорткар в текущем его состоянии в 16 мотор абсолютно не влезет сюда в 10 влазил едва-едва и я помню долго горячился чтобы хоть как-то разместить там рулевую рейку чтобы за него вот этот вентилятор не задевал но настолько мало там было место оставалось и получилось точно так опять же паршиво я был недоволен вот теперь же сюда в 16 не влезет вообще ни при каких условиях он слишком широкий но по длине он на самом деле плюс-минус такой же был как и десятка вот но в ширину он не влазит абсолютно никак вот соответственно следующая цель по внедрению данного мотора в наш гаражный спорткар будет расширение передняя база опять же займусь я уже сказал этим после того как заднюю ось соберу ему посмотрим насколько она получится шире я сам не знаю но там где-то порядка на может быть даже десяток на десятку получится шире чем то что есть сейчас ну вроде бы поменьше вот мы прям наглядно увидим да как колеса будут стоять соответственно по ним будем ориентироваться и по передней осевой базе но возможно я ее соберу такой же как вчера не опять же может быть пособираю что-то из porsche по крайне мере на мосты у меня детали должно хватить чтобы собрать примерно там на 90 процентов также как они собраны и вчера не и в porsche и вообще собственно как вы могли догадаться отправной точкой для нас будет именно уже не 80 70 как такового а либо чиран либо porsche ну потому что они более современные более продвинутые да но тем не менее образ 80 70 я думаю у нас будет как-то сохраняться но относительно ну или его дух продолжит витать вот в общем то получилось 30 минут да я говорил что видео будет небольшим я планировал наверное минут в 15-20 уместиться но ведь точно 5 10 много всяких эмоций многих всяких вещей которыми хотелось поделиться да и вот так и набралось на полчаса но я надеюсь для вас они пролетели также незаметно как и для меня как я уже сказал увидимся где-то в течение пару недель наверное ну если все плохо пойдет если по самочувствию будет плохо в течение месяца надеюсь мы точно увидимся да по деталям по тем которые придут с почтой потом следующая встреча будет посвящена заднему мосту обновленному опять же вчера не вот этот мотор в 16 устанавливается сзади то есть он вот так где-то размещается но естественно я не буду делать так у меня будет мотор спереди как как я это и представляю сзади же будет место больше но за счет того что будет больше мост будет куда больше места чтобы разместить там и моторы и батарейный блок там они влезут куда как легче и не будут так выбирать как они выбирали до этого ну ладно ребят это уже все будет в будущем да я вам озаглавил такое что чего следует ожидать на этом у меня пока что все увидимся